Во время девятого урока Джон призывает нас противостоять дьяволу и остерегаться его уловок. Аминь, 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 аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. В которых Петр говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол, а он действительно противник, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Не будьте одним из тех людей, противостаньте ему твердую верою. Он говорит, трезвитесь, бодрствуйте. В конце урока, если останется время, я хочу остановиться на этом утверждении. Противостойте ему твердую верою. Теперь Петр прямо говорит о борьбе. Он заявляет, что дьявол, а это подразумевает любого из его приспешников, подобен льву. Позвольте мне прояснить кое-что. Он не лев. Он как лев. В Писании его также называют змеем. Его называют драконом. Его называют вором, а также Бог дает ему и другие имена. Но его не называют львом. Он подобен рыкающему льву. Иисус — это лев из колена Иудина. И между Иисусом и сатаной нет никакого сходства. Но Петр пытается донести здесь одну мысль. Дьявол подобен льву, и лев рыщет в поисках тех, кого он может поглотить. И он сделает это, если ему представится возможность. И он сделает это беспощадно. Он поверженный враг, но он достойный противник, к которому нельзя относиться легкомысленно. У него нет привязанности, сострадания, милости. И есть только одна миссия — убить, украсть и погубить. Если бы вы находились на равнинах Танзании в Африке, и были бы в районе, где водятся львы и людоеды, то вы не отправились бы туда без оружия. Если бы вы поступили так, то, скорее всего, вы бы погибли. Верно? Но если бы вы проявляли мудрость, вы бы взяли с собой хорошее ружье, которым умеете пользоваться. Проявляя бдительность, вы бы остались целым и невредимым. Это же самое можно сказать о нас с вами. У нас есть ружье, у нас есть оружие. У него его нет. Он был разоружен. Аминь? Петр говорит, противостойте ему. Тайлер определяет это греческое слово как «выступить против», сопротивляться, противодействовать. Стронг определяет это слово как «сопротивляться». Английский словарь определяет это слово как «предотвращать с помощью действий или спора». Нет сомнения в том, что это слово подразумевает агрессивный конфликт. Еще раз прислушайтесь к заверению Иисуса. «Съедаю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто, ничто не повредит вам». Не прекрасно ли это? Его обетование заверяет нас в том, что если мы будем ходить в его мощной благодати, то никто и ничто не причинит нам вреда. Это очень важно. Но вы должны пользоваться этой силой. Аминь? Если вы не будете ей пользоваться, то обетование не будет действовать для вашей жизни, и вам можно будет причинить вред. Здесь очень кстати будет сказать «аминь». По этой причине Петр увещевает нас противостоять ему. Он не говорит «молитесь и просите Бога устранить его». Нет, мы с вами должны непосредственно и целенаправленно противостоять ему. Нигде в Новом Завете, нигде нельзя найти цитату, которая бы говорила нам просить Бога устранить дьявола. Он не может этого сделать. Вот это да. Джон, поверить не могу, что ты такое сказал. Он дал власть на земле человеку. Он не будет попирать эту власть, делегированную нам. Ему нужно, чтобы вы противостояли дьяволу сами. В Евангелии от Луки, глава 10, стих 20, Иисус сказал «Духи вам повинуются во имя Мое». Мы должны властвовать на этой земле. У кого можно поучиться этому, как не у Иисуса? Когда Он был отведен Духом в пустыню, у нас есть три истории об окончании сорокадневного поста. Когда дьявол приходит к Иисусу и искушает Его. Что же сделал в ответ Иисус? Разве Он помолился отцу и сказал «Отец, избавься от дьявола, дьявол нападает на Меня». Нет. Иисус посмотрел на него и сказал «Написано». Почему Иисус говорит «Написано»? Потому что Слово Божье — это меч. Это меч в буквальном смысле. Я хотел бы, чтобы вы закрыли глаза и представили Слово «мечом». Это оружие. Оно реальное. Оно более реальное, чем настоящее оружие. Может быть, у вас есть ружье. Может быть, есть меч. Но он не такое мощное оружие, как оружие в Духе. У вас есть меч Духа. Тот же меч, который исходит из уст Иисуса по Его возвращению на землю. Однажды Он вернется на эту землю, чтобы властвовать. Аллилуйя! Как здорово! Итак, Иисус ни разу не просит Отца избавить Его от дьявола. Мы должны противостоять Ему. Петр говорит «Противостойте Ему». Иаков говорит «Вы противостойте Ему твердую верою». Несколько лет назад ко мне в офис пришел один пастор. Я никогда не забуду этого случая. Этот человек погряз в нелегальных наркотиках до того, как пришел к Иисусу. Он получил славное спасение. И мы с ним когда-то были сотрудниками одной большой церкви во Флориде. Я никогда не забуду, как он поклонялся Господу. Слезы струились по его лицу. Он был очень благочестивым, добрым человеком и хорошим мужем. Он был настоящим мужем Божьим. Меня всегда трогало, как он плакал, думая о том, что Иисус сделал для его спасения и освобождения. Однажды он постучался в дверь моего офиса. Он вошел, сел, и мы начали разговаривать. После нескольких минут непринужденного разговора он сказал «Джон, мне нужно с тобой поговорить». Он сказал «Джон, несколько мужчин в моем роду умерли от инфаркта. У них были серьезные проблемы с сердцем». Он сказал «Я боюсь со страхом умереть в раннем возрасте от болезни сердца». Он добавил «Этот страх овладевает мной все сильнее». Он сказал «Я очень сильно молился об этом». Он сказал «Джон, позволь мне объяснить это. Я могу ехать по шоссе, и вдруг страх охватывает меня, и я начинаю сильно потеть». Он добавил «Бывает, что вся моя одежда становится буквально мокрой от пота из-за страха перед смертью от инфаркта». Он сказал «Я был у докторов, они сказали, что я здоров, но я не могу избавиться от страха». Он сказал «Я постился, я взывал к Богу». После этих слов я перебил его. Я сказал «Пробовал ли ты разобраться с этим напрямую?» Он сказал «Что?» Я сказал «Ты можешь взывать к Богу сколько угодно, но на самом деле Бог говорит тебе противостать духу страха». Я сказал «Ты знаешь Кен?» Я буду называть его Кеном. Бывают случаи, когда враг атакует очень сильно меня или мою семью. Я сказал еще «Бывают времена, когда мне это надоедает до предела. Я выхожу из дома, нахожу удаленное место, где меня никто не слышит». Я сказал «Я поднимаю голос и говорю очень громко». Библия говорит, что усиленная молитва праведного может многое. Именно усиленная молитва достигает многого. Вы слышите меня? Эффективная молитва — это усиленная молитва. Я сказал «Я уединяюсь, и я злюсь на дьявола до такой степени, что говорю «Хорошо, дьявол, если ты хочешь войны, ты ее получишь. Но позволь мне напомнить тебе, у меня есть оружие, а у тебя его нет. У меня есть меч, и я изрежу тебя в клочья. И если тебе это не надоест, то эти клочья я изрежу на кусочки еще мельче, и ты убежишь от меня». Вы не представляете себе, сколько раз я выходил из дома и молился таким образом. Я сказал «Я делаю это, и я всегда вижу результат». Мы поговорили с ним еще немного, и он ушел. Сначала мы помолились, а потом он ушел. Я помню, как шесть месяцев спустя в дверь моего офиса снова постучали. Это снова был пастор Кен. Когда он вошел, я ощутил на нем тяжесть. У него был мрачный вид. Я понял, в чем дело, и подумал, хороших известий услышать не придется. Он вошел, сел, и я сказал «В чем дело, Кен?» Я уже знал, каким будет его ответ. Он сказал «Все стало хуже, намного хуже». Я сказал «Что ты имеешь в виду намного хуже?» Он сказал «Теперь я борюсь с этим страхом почти каждый день». Он сказал «Посреди служения мой костюм вдруг весь намокает от пота из-за страха перед смертью от инфаркта». Он сказал «Когда я бываю у себя в офисе, неожиданно ко мне подступает страх». И он добавил «Я взывал к Богу, как никогда не делал этого раньше. Я постился об этом». И тогда я спросил «Да, а ты уезжал из дома и сражался с дьяволом, как мы говорили шесть месяцев тому назад». Он сказал «Нет, но я очень сильно взывал к Богу». Я сказал «Кен, в этом-то и вся проблема. Ты продолжаешь взывать к Богу, но не разбираешься с дьяволом напрямую». Он вдруг опустил голову. Он начал уходить в себя, и я вдруг понял «Теперь я теряю его расположение». Я заглянул внутрь себя и сказал «Господи, ты должен мне помочь как можно быстрее. Мне нужна помощь». И я сказал ему «Послушай, Кен». Бог дал мне пример. Я сказал «Можешь представить себе одного из наших ребят на войне, например, в Ираке?» Я сказал «Он находится под шквалом вражеских пуль, и вдруг он берется за телефон и звонит президенту США, потому что он верховный главнокомандующий вооруженных сил США». И я сказал еще так «Он берет трубку и звонит в Белый дом и говорит так «Господин президент, враг стреляет в нас, он зажимает нас в кольцо, они стреляют и скоро убьют нас». Я сказал «Как ты думаешь, что ответит президент такому солдату?» Он скажет ему «Послушайте, вы прошли лучшую подготовку в мире, мы предоставили вам лучшее в мире вооружение, американское правительство наделило вас полномочиями, поразите врага!» Когда я сказал ему это, его взгляд прояснился. Он вдруг все осознал. Я сказал ему «Ты должен сам противостоять дьяволу, ты должен сам использовать меч. Он посмотрел на меня, понимающий, и я увидел, что он все понял. Он ушел. Спустя три недели он радостно влетел в мой офис. В его голосе звучала радость, глаза блестели. Я подумал «В чем же дело теперь?» Я сказал «В чем дело, Кен? Пастор Кен, поделись со мной». Он сказал «Джон, ты должен знать, что произошло в воскресенье». Я спросил «И что же произошло?» Он сказал «Мы с женой ехали на служение, когда страх атаковал меня, и я начал покрываться потом. Вдруг это разозлило меня, и я вспомнил твои слова». Он сказал «Знаешь, моя жена понятия не имеет о происходящем, она ни о чем не подозревает». Он сказал «Я вдруг так разозлился, что ударил кулаком по передней панели автомобиля». Он сказал «Моя жена была шокирована этим, потому что понятия не имеет о происходящем». И он сказал «Дьявол, мне это надоело». И он сказал «Я начал цитировать слово». И он сказал «Джон, когда я ударил кулаком по передней панели, я получил видение». Он сказал «В своем духе я увидел Иисуса сидящим на троне». И когда я ударил кулаком со словами «Дьявол, мне это надоело», я увидел, как Иисус говорит «Да». Как будто бы он говорил «Я ждал этого от тебя». Страх больше никогда к нему не возвращался. Сегодня он служит пастором очень большой церкви на юге США. И спустя 25 лет он жив и здоров. Аминь. Давайте внимательно посмотрим слова Петра. Петер говорит «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру». Все скажите «Твердую». Скажите еще раз. Если вы помните, слово «твердый» является синонимом слова «неотступный». И вот где многие проигрывают в борьбе. Библия не говорит о том, что если мы противостанем дьяволу однажды, то ему будет запрещено возвращаться к нам и пытаться атаковать снова. Нет, совсем наоборот. Он может попытаться снова и снова и снова. Я знаю по собственному опыту, что именно из-за этого многие разочаровываются и терпят поражение. Они думают так «Похоже, ничего не срабатывает». Или «Мне это не дано». Это ложь. Позвольте рассказать вам еще одну историю. У моей жены, когда она была маленькой, были колики. Что такое колики? При коликах ребенок просто кричит и плачет часами каждый день. Обычно это происходит у трехмесячных и может продолжаться от одного до двух месяцев. В некоторых случаях до трех месяцев. Врачи до сих пор не знают причину, но они говорят, что это связано с неразвитой пищеварительной системой. Младенцы испытывают нестерпимую боль. Когда родился наш сын Эдисон, наш первый ребенок, и когда ему было месяца три, он начал плакать. Просто кричать. Ничто не могло его успокоить. Лиза брала его на руки, делала все возможное. Потом я брал его на руки, начинал молиться за него, молился в духе громко, и тогда он засыпал. Так продолжалось день ото дня. Прошло дней десять или две недели, когда однажды вечером мы с Лизой готовились ко сну. Я уже был в постели, я читал. Думаю, я просто лежал и ждал ее. Она была в ванной и снимала макияж. Как вдруг мы услышали ужасный крик в детской комнате. Я подумал, опять начинается. Я вскочил с кровати. Я сказал жене, дорогая, я все сделаю сам. Я посмотрел на будильник у кровати, там было двенадцать-одиннадцать ночи. Я помню, как вошел в детскую, взял сына на руки, приказал Колике оставить его, начал молиться в духе, и буквально через десять минут он заснул. Следующей ночью мы с Лизой были в постели, когда неожиданно из детской раздался ужасающий крик. Я посмотрел на Лизу и сказал, все начинается снова. Я встал с кровати. Пока я выбирался из кровати, я посмотрел на будильник. Двенадцать-одиннадцать ночи. Я подумал, совпадение. Я вошел в детскую, взял сына на руки, приказал Колике оставить его, начал молиться в духе, и, конечно, он снова уснул. На третью ночь Лиза снимала макияж. Я был в постели. Очередной ужасающий крик раздался из детской. Я сказал, о, нет. Я повернулся, встал с постели и опять посмотрел на часы. На часах было двенадцать-одиннадцать ночи. Меня это сильно разозлило. Я буквально вбежал в детскую нашего любимого сына, и я никогда не забуду, что произошло. В этот раз я не взял его на руки. Я наклонился над кроватью, и в моих глазах был огонь. Я скажу вам сейчас что-то. У меня было ощущение, что через эти глаза смотрел кто-то еще. Это был Дух Святой. И я со властью и силой посмотрел на сына, положил руку ему на грудь и сказал, «Ты, нечистый дух немощи и колики, оставь моего сына! Я разрушаю это проклятие над семьей Лизы, и я повелеваю тебе оставить его и никогда не возвращаться!» Послушайте меня. Вы думаете, что это могло напугать ребенка? Он посмотрел на меня своими чудесными глазками и тут же заснул. И у него никогда больше не было этих проблем. Позвольте рассказать вам, что я пережил. В первую ночь, когда раздался крик, мой разум разрывался от мыслей. «Посмотри, Джон, твои молитвы не действуют. Ты молился 10 дней, 2 недели, ночью. Ты ему ничем не можешь помочь. В твоих молитвах нет силы. Твои молитвы неэффективны. На третью ночь, зачем тебе даже вставать с постели? Пусть Лиза пойдет, погладит его, все равно все бесполезно. Но молитва действовала. Вы должны понять, что враг настолько искусный, что позволит вам помахать перед ним мечом, но будет все равно возвращаться. Это как маленькая чихуахуа. Эти маленькие собачки думают, что они доберманы. Они подходят к вашей ноге и тявкают. Гав, 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 гав. Так? Гав, 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 гав. Так? Уходи. Уходи. А он все равно возвращается. Гав, 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 гав. Наконец вам это надоедает, и вы раздражаетесь. Убирайся! Я никогда этого не делал. Что же происходит? Песик взвизгивает, потому что понимает, что вы неотступны и хотите, чтобы он отстал. Вот что вы должны продемонстрировать дьяволу, показать свою неотступность в проявлении царства в вашей жизни, в вашей семье, в вашем окружении. Аминь? Мы должны быть более решительными в использовании нашей свободы, чем дьявол в его стремлении поработить и погубить нас. Я никогда не забуду, как нашу церковь посетил муж Божий, который служит в основном индейцам в мексиканских горных районах. Он рассказал, как однажды побывал в одной деревне. В результате его служения вся деревня пришла к Господу. Однажды в его двери постучали. Это был один из его прихожан. Его маленький ребенок только что умер. «Пожалуйста, приди и помолись за нашего малыша». Он отправился туда. Он запретил духу смерти, и малыш начал кашлять и чихать, и вернулся к жизни. Все были несказанно счастливы. Он подумал, «Пойду-ка я спать». Он вернулся к себе домой. Через несколько минут в его дверь снова постучали. Малыш умер. Малыш умер. Знаете, этот муж Божий рассказывал нам в тот вечер, что ему пришлось воскрешать этого младенца 16 раз, запрещая духу смерти. И он рассказал нам, «Тот малыш здоровый ребенок сегодня и живет в той же деревне». 16 раз. Это настойчивый дух. Будете ли вы менее неотступными, чем дьявол, или вы будете более неотступными, особенно если у вас есть оружие, а у него нет. Хорошая проповедь. Аминь. Я не раз был свидетелем трагических потерь. Люди получают что-то от Бога, а спустя дни, недели, месяцы, иногда годы, они теряют полученное. В первом послании к фессалоникийцам 5.21 нам дается наставление. «Хорошего держитесь». Прислушайтесь к этим словам. «Хорошего держитесь». Каждый верующий должен размышлять, знать и твердо держаться этого увещевания. Я рано научился этому на своем христианском пути. Когда я стал рожденным свыше верующим, один из моих друзей однажды вечером привел меня на собрание. Вы должны понять, что собрание, на которое меня привели, не было привычным для меня в то время. Я сидел в зале и слушал выступающую женщину, как вдруг она неожиданно сказала, «Господь показывает мне, что здесь есть человек с болью в нижней части спины. Эта боль беспокоит вас уже несколько лет. У вас болит? Вот в этом месте», продолжала она. «Вдруг я понял, что речь идет обо мне». Я подумал, «Я не буду выходить вперед». Я приучен к католической мессе, я не привык к таким вещам. Я подумал, «Я не собираюсь ничего делать». Я сидел в зале и знал, что проповедующая женщина говорит обо мне, потому что все подростковые годы я испытывал боль в спине. Я помню, как мне приходилось бриться в то же время, держа спину вот так. Хорошо? Я помню, что думал, «Я не собираюсь ничего делать». Я помню, как она говорила, и вдруг 10 минут спустя сказала, «Я не могу избавиться от этого ощущения». Сегодня в зале есть человек, у которого боль в нижней части спины. Святой Дух хочет, чтобы вы исцелились. А я подумал, «Боже мой, она опять говорит обо мне». И я знал, что речь идет обо мне. Я подумал, «Хорошо, я выйду вперед». И выжил. Они с мужем помолились за меня, и я скажу вам, боль тут же оставила меня. Я подумал, «Вот это да! Потрясающе!» Послушайте, три недели я жил без боли. Помню, как, наклоняясь над раковиной и бресь, я думал, «Больше нет боли!» Это было изумительно, и я был счастлив. Однажды ночью я лежал в постели, и мою комнату освещала луна. Луна в ту ночь была очень яркой. Я помню, как в моей комнате появилось некое присутствие. И я почувствовал, как кровь в жилах застыла. Это было из-за появившегося присутствия. Я не преувеличиваю, в комнате потемнело. Неожиданно меня охватил страх. И я заметил, у меня болит. Я не чувствовал боли три недели, но она вернулась. Я был молодым верующим и погружался в Божье Слово. Я понимал, что происходит. Я никогда не забуду этого. Я сбросил одеяло. Я вскочил и сказал, «Этого не будет!» «Я исцелился три недели назад на том служении, и ты не навяжешь мне эту боль. Я держусь крепко за то, что было дано мне». Страх оставил меня. Боль ушла. В комнате снова стало светло. И с тех пор у меня никогда не болела спина. Вы со мной? Иисус сказал, «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это Откровение 3.11. Новая версия короля Иакова говорит, «Держите крепко, что имеете». Держитесь за это. Вам нужно быть неотступными и держаться за то, что мы получили от Бога. Я был свидетелем одной из самых печальных историй. Однажды я служил на одном большом собрании, и там очень сильно плакал один мужчина. Он просто рыдал. Я подошел к нему, он с трудом мог говорить. Это был очень крепкий на вид мужчина. Он перенес пять операций и испытывал нестерпимую боль. Бог полностью исцелил его в тот вечер. Я помню, как увидел его несколько недель спустя. Он весь светился, радуясь тому, что Бог сделал для него. Спустя год я снова увидел его. У него не было радости на лице. Он сказал, «Все вернулось». Я начал говорить ему о том, что Иисус наставляет нас держаться крепко. Он сказал, «Подожди минутку, Бог действительно хочет научить меня чему-то». Я начал забывать об этом. Этот мужчина — прекрасный человек. Он очень благочестивый человек. Хороший отец, прекрасный муж. Но трагедия в том, что, исходя из опыта, у него появилась совершенно иная теология. Вы понимаете это? Вы должны держаться за то, что Иисус дал. Я устал наблюдать за тем, как люди получают настоящее исцеление, а потом все возвращается через три недели или три месяца. Аминь. Вы должны противостоять Ему твердую верою. Все скажите, «Твердую». Не получить невозможно. Божья воля состоит в том, чтобы вы всегда побеждали. В послании Иакова 4 Библия говорит, «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Она не говорит, «Возможно, дьявол убежит от вас». Вы должны знать, что враг боится вас. И когда он смотрит на вас, он не видит того, кого видят друзья. Он видит Христа, потому что вы — часть тела Иисуса Христа. Можете ли вы сказать «Аминь»? Многие позволили своему воображению раздуть силу дьявола. Вот суть слов Писания. Невозможно не получить от Бога, если вы верите в Его Слово и противостоите силам тьмы. Это может касаться области финансов, мудрости, здоровья, бизнеса, служения или, что самое важное, способности помогать людям. Но если вы будете сражаться мечом Духа, каждый раз вы будете оказываться в выигрыше. Последнее слово предостережения. Я наблюдал две крайности в теле Христа за 30 лет служения. Первая крайность — искать дьявола за каждым кустом. Такие люди перестали смотреть на своего Господа и Учителя. Библия говорит нам взирать на Иисуса. Он — начальник и совершитель нашей веры. Вот моя концепция и принцип жизни. Я постоянно смотрю на Иисуса, и если дьявол мешает мне, я избавляюсь от Него и продолжаю взирать на Иисуса. Не нужно охотиться за дьяволом за каждой дверью. Существует и вторая, более значительная группа людей. Они любят Бога, но игнорируют врага. Они рассуждают так. Если я не буду обращать внимание на дьявола, он рано или поздно уйдет. Это ложь. То, с чем вы не разберетесь, не изменится само по себе. Нужно ли мне повторить это? То, с чем вы не разберетесь, не изменится само по себе. Вы должны противостоять Ему. Аминь? И вот что Иаков говорит в конце. «Трезвитесь, бодрствуйте». Что означает «трезвитесь»? Быть серьезным, здравым, разумным. На греческом это означает противоположность алкогольному опьянению. Это значит быть здравомыслящим. Знаете ли вы, что пьяного легче побить? Никогда не забуду, как я был в мире, и однажды был на одной из вечеринок. Двое из моих друзей напились и подрались из-за девушки. Не забывайте, это было, когда я был неверующий. Христиане так себя не ведут. Я никогда не забуду, как один из ребят побил другого. Он был более трезвым. Он был в более трезвом состоянии. Другой парень был совершенно пьян. Если бы оба эти молодые человека подрались, будучи трезвыми, побитый парень мог бы победить избившего его, потому что нельзя быть эффективным воином в нетрезвом состоянии. Я не думаю, что Петр ведет речь исключительно о вине или алкоголе. Я думаю, он говорит нам не упиваться этим миром. Некоторые люди упиваются вещами этого мира. Все, что угодно, способно опьянить нас. Это может быть футбольный матч, это может быть работа, бизнес, противоположный пол, спорт, хобби, социальная сеть. Все, в чем мы не знаем меры и что удовлетворяет нас помимо Бога. Иисус должен быть нашей первой любовью и нашей страстью. Мы должны упиваться духом. Вот почему Павел говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Чтобы мы имели меру во всем, Библия говорит, что Бог дает нам все щедро для нашего наслаждения. Мы должны наслаждаться отдыхом, невинными развлечениями, спортивными соревнованиями, пищей, природой и так далее. Но нельзя упиваться этим. Вы слышите меня? И Библия также говорит нам «бодрствовать». Когда вы бодрствуете, вы внимательно следите за возможностью, опасностью или трудностями. Другой источник говорит, «Всегда бодрый и настороже, недремлющий и внимательный». Нельзя бодрствовать, если вы не трезвитесь. Нельзя бодрствовать, если вы не трезвитесь. Вы должны быть настороже. Я подробно говорю об этом в своей книге. Обязательно прочитайте мою книгу и научитесь данной в ней от Бога мудрости. Вы извлекли что-нибудь из этого урока? Вы извлекли что-нибудь из этого урока? Аминь. Увидимся на следующем уроке. На следующем уроке история Иосифа проливает свет на то, как страдания воспитывают зрелость, необходимую для управления, и как они проверяют нашу уверенность в верности Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok